Здравствуйте! Сегодня, не побоюсь этого слова, долгожданная пятница, 22 ноября. И это утро на Актисе. Просыпайтесь, улыбайтесь и начинайте последний рабочий день этой недели вместе с нами. Ежегодно 22 ноября отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. Сегодня практически каждый человек знает или, по крайней мере, слышал о Дне матери, который ежегодно отмечается в разных странах с разницей в датах проведения. Для России это последнее воскресенье ноября. Совсем скоро, кстати. День отца, пожалуй, известен несколько меньше, но также празднуется в различных государствах и имеет, как и День матери, свою историю. В России этот праздник отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября. Продолжая тематику праздников семейного характера, по просторам интернета все чаще бродит еще один знаменательный день – сегодняшний праздник – День сыновей или День сына. История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официально не установлен. Но это не мешает сегодня же обнять того самого с вечно непослушным локоном волос на голове всех сыновей, сынов и сыночков с праздником. Психическое здоровье Психическое здоровье согласно определению Всемирной организации здравоохранения говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справиться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также выносить вклад в жизнь общества. Поэтому психическое или ментальное здоровье человека не менее значимо, чем физическое. 22 ноября в России принято поздравлять тех самых специалистов, которые разбираются в психологии больше, чем мы с вами. По данным правительства России, на сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше 7 миллионов человек. Поэтому главная цель Дня Психолога – в очередной раз напомнить людям о важности этой профессии, о властям, о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку их услуги необходимы многим. Сами же специалисты в свой профессиональный праздник проводят рабочие встречи, лекции, семинары, конференции, где делятся с коллегами новыми наработками, знаниями и опытом. Какое время года вам нравится больше всего? Знаете, лично мне в пятницу любое. Это «Утро на Актисе». Мы продолжаем. «Не может русский человек быть счастлив в одиночку. Ему необходимо участие окружающих, а без этого он не будет счастлив». Эту фразу сказал наш великий потомок Владимир Иванович Даль. Он был одним из тех, кто до конца находился рядом с Пушкиным после дуэли, старался спасти поэта, вел дневник истории болезни. Самым масштабным детищем Даля является толковый словарь живого великорусского языка и пословицы русского народа, которые изданы в 1861 году. Он был автором многих статей по медицине, ряда естественно-исторических и этнографических работ. Написал учебники по ботанике и зоологии. Чем еще запомнилось 22 ноября в истории, узнаем из рубрики «Календарь событий». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждую пятницу количество довольных жизнью людей увеличивается на пару миллиардов. Этот эффект длится вплоть до понедельника. Сохраняйте этот эффект дольше. А теперь немного интересных историй со всего мира. В японском детском садике случилось страшное. Кто-то стал воровать ботиночки малышей. Злоумышленник похитил 15 штук, причем не парами. Чтобы выследить вора, поставили камеры. Так и выяснилось, что это ласка. Подозревая, что ботинки она брала в качестве утеплителя для норы. Зима близко. В садике выдохнули. Теперь тайна пропавших ботиночек раскрыта. И просто начали закрывать обувницу сеткой. Фотограф и путешественник Николас Реусенс ничего не делал. Просто с цветочком в Колумбии постоял. А к нему прилетела калибрия. Поела, посидела на телефоне. И потопталась на его кепке. Это было больше, чем встреча. Это был момент чистой связи с чудесами природы. Уникальный, захватывающий опыт. Прокомментировал Николас историю с птицей. Вот сейчас бы стоять с калибри на кепке, а не по снегу идти. На высокие наши стремления, на душевные наши нюансы, на туманные духотомления. Очень грубо влияют финансы. Экономический обзор далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот могут же удивить китайцы. Они показали нового робопса с колесами на конечностях. Зверюга впечатляюще бегает по лесам, спускается с лестниц, забирается на камни и при этом не падает. Собак-роботов с такой потрясающей проходимостью планируют использовать в поисково-спасательных операциях. Вот ты расстаешься с человеком? Расстались уже, нет его больше в твоей жизни. А ты все еще по инерции смотришь, что ему астрологи обещают на сегодня. Понимаешь, что ерунда, смотришь и ничего с собой поделать не можешь. И так продолжается, пока в твоей жизни не появится новый знак зодиака. Гороскоп на Актисе. Оставив наиболее жизнеспособным. Близнецы. В этот день вы невероятно сильны и независимы. Предпочтете рассчитывать больше на себя, чем на окружающих. Рак. Звезды будут к вам благосклонны. Особенно, если удастся всецело погрузиться в работу, сведя социальную активность к минимуму. Лет. Все, что в этот день произойдет в вашей жизни, будет иметь значение большее, чем покажется на первый взгляд. Дева. Решение какого-то вопроса сдвинется в нужном направлении. Может состояться важный разговор, или будет получена долгожданная информация. Весы. Отложите принятие любых решений, касающихся личных вопросов. В этот день настрой будет слишком категоричным. Скорпион. Удовольствие доставит занятия любимым делом, а также все, что связано с красотой, чтением, прогулкой и хорошей едой. Стрелец. Какие-то события или конфликты в окружении заставят вас переосмыслить привычные установки, обострится конкуренция, борьба за власть. Козирог. Ведите дела с проверенными людьми и не планируйте каких-либо новшеств и мероприятий, требующих больших финансовых расходов. Водолей. Что-то может существенно сдвинуться в ваших делах, но старайтесь не подогревать ситуации и не переходить грань. Рыбы. К чему тратить время на пустое? Развивайте свои таланты, чтобы спокойно искать возможности для новых методик в работе. Вы смотрели «Утро на Актисе» и отличная вам пятница. Оставайтесь с нами и у вас все будет хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok